Слото Кинг. Смеливість дарувати емоції. Игорь Виленович, абсолютно уверен, что вы все-таки хотя бы краем глаза, но наблюдали за парадом на Красной площади. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, как вам этот парад, что подметили, что, так сказать, вас особенно впечатлило. Знаете, я могу честно признаться, я не краем глаза, значит, как воярист такой, не подсматривал за этим, в общем-то, порнографическим процессом под названием «парад на Красной площади» путинский. Но другое дело, что я, конечно, прочитал информацию об этом, сводки информационной о этой ситуации. И, в общем-то, действительно, зрелище это было жалкое. Я даже уже пошутил на этот счёт, перефразировал известный советский анекдот, что этот парад, в общем-то, танков не было, самолёты не взлетели, мировые лидеры не приехали. Был только старый ржавый Т-34 и не менее старый протухший Путин, а также постсоветские царьки за три копейки купленные. Так что, в общем, всё это выглядело очень жалко и абсолютно… Я думаю, что даже для ватников это было разочаровывающее зрелище. То есть они не смогли, как обычно, на это порнографическое действие, свои обычные действия произвести не смогли. Я думаю, что она даже их не вдохновила. Вы знаете, в украинских соцсетях шутят, что, мол, даже если бы мы захотели бавовну устроить на Красной площади, то жалко было бы на вот это тратить свой беспилотник, потому что не стоило оно того. Ну, смотря на что, там разные объекты были. То, что они, в общем-то, мерзительные, жалкие, это понятно. Но там был такой объект под названием Владимир Владимирович Путин. Я думаю, на него, в общем-то, не жалко никакого беспилотника и даже более дорогого вооружения, потому что это, в общем-то, человек, несмотря на весь свой жалкий вид, несмотря на то, что он пытается делать хорошую мину при плохой игре, и несмотря на то, что его даже, его же, в общем-то, цепной пёс Пригожин теперь опускает вербально, несмотря на это, он продолжает сохранять угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Это самый главный фактор международной нестабильности, самый главный и кровавый источник войны, конфликта в мире на сегодняшний день. Игорь Веленович, а по вашему мнению, это настоящий Путин там был на Красной площади сегодня? Ну, в том плане, что вот он же шручкался, обнимался с ветеранами, а это нетипично для вот того Путина, о котором мы знаем, что он очень опасается за своё здоровье, что он держит людей на карантине, если действительно с ним, с настоящим, хотят увидеться, что они по две недели вынуждены на том карантине сидеть, сдавать, значит, анализы, а тут вот он обнимается, ручкается среди ветеранов, среди этих своих марионеток. Был ли это настоящий всё-таки Путин? Не, ну, во-первых, это известная история, ветераны сидят на карантине перед парадами, и была информация, даже я помню, читал, сейчас деталей уже не запомнил, но тем не менее они в каком-то там доме отдыха их там, значит, отстаивают, да, как дорогой коньяк, чтобы они там настоялись перед тем, как Путин их будет употреблять в этом действии. Так что, значит, в общем, может быть вполне, что они действительно были в карантине. Я думаю, что всё-таки это настоящий Путин, потому что вот история с двойниками, тройниками и так далее, но, конечно, наверное, в каких-то ситуациях их выпускают, но на свет, да, но в ситуации, когда Путин должен вести какие-то разговоры, переговоры, пускай даже с авторасортными, но тем не менее главами государств, да, пускай даже с бывших постсоветских, тем не менее, конечно, он не поручит вести себе какие-то переговоры своему тройнику, просто потому что он чрезвычайно властный, чрезвычайно такой, знаете ли, мономан власти, да, и он не будет, скажем, доверять, делегировать свои полномочия, вести переговоры там со всякими Лукашенками и прочими, да, значит, какому-то неизвестному левому чуваку, да, из Федеральной службы охраны. Я думаю, что и двойников они используют только в тех ситуациях, где Путин просто как бы создает картинку и не более того, где он не ведет никакие переговоры, там не ведет никак, вообще не молча, что называется, ведет. И вообще, кстати, история с разгоном вот этой фишки про двойников, тройников и удлинителей путинских, она напоминает спецоперацию российских, значит, спецслужб. Почему она напоминает? У них же какая цель? Чтобы отвести от Путина возможный какой-то удар со стороны, я не знаю, украинцев, со стороны западных разведок, может быть, со стороны местных каких-то заговорщиков. А если, значит, их Путинах там десяток, да, и каждый из них там двойник, тройник и удлинитель, непонятно, кого бить, да, и тогда снижается мотивация вообще как-то производить против него какие-то прямые действия. Это как, по-моему, в одном американском фантастическом фильме, было чуть ли не в «Звёздных войнах», когда человек расстроился или там раздестерился, и против него пытается, значит, сражаться другой герой, да, но он в результате всё время попадает в воздух, потому что оказывается, что там нет этого человека, а это иллюзия. Вот примерно такую же спецоперацию, мне кажется, проводят российские спецслужбы, чтобы запутать тех людей, которые наверняка мотивированы сейчас избавить мир, избавить человечество от этой экзистенциальной угрозы в лице диктатора Владимира Путина.